привет друзья сегодня у меня распаковка я наконец-то купила выписала вернее себе ну купила да на яндекс маркете сепаратор так что это распаковка основном наверно будет интересно тем кто имеет дело с молоком итак сепаратор нептун я взяла самый дешевый что у меня не так много бывает молока объем емкости 66 и 2 литра производительность 55 литров в час диапазон регулировки к обезжирению от 1 4 до 1 и 10 три с половиной килограмма весит эта штука срок службы до 8 лет значит я вам сразу скажу естественно я читала всякие отзывы аппарат предназначен для разделения цельного молока на сливки и обезжиренное молоко с одновременно его чистка от загрязнений короче поначиталась всяких отзывов но я изначально не хотела ни какие-то дорогие большие модели брать мне собственно нужен сепаратор исключительно для того чтобы нормализовать молоко по жирности для производства твердых сыров с большими сроками выдержки поскольку у меня эта проблема наблюдалась молоко слишком жирное сыры начинают потом ползти если с теплой фазой начинают прогоркать поэтому сепаратору отзывы были достаточно хорошие во всяком случае люди писали что очень надежный простой и так инструкция сейчас я вот так отставлю коробку буду сюда вынимать значит что мы имеем пластиковая чаша сразу скажу никогда не имела дело с сепараторами поэтому это видео может быть интересно как раз тем кто вообще как и я первый раз имеет дело с такими штуками первый раз всегда очень страшно все это вот все что вы не это мотор с кнопочкой с вилкой тяжеленький такой стоит очень устойчиво антискользящие вот тут ножки резиновые то есть по столу его просто так вот не сдвинешь так здесь я так понимаю находятся тарелочки всякие это регулировка это поплавок насколько надо вот смотрите везде облой надо все это сейчас помыть тщательно вот это все убрать всякие вот пластмассовые детальки так это вот два носика разделительных в общем сейчас буду тоже здесь видите кругом вот облой ну при такой цене ожидать что тут будет прям я не знаю что я естественно и не ожидала значит сейчас я буду изучать инструкцию и параллельно все это перемою так и здесь что вот это ключ насколько я понимаю и это вот наверное вот это затягивать чисто так вот догадываюсь это вот потом открывать это вот так чисто то что я видела пока опыта у меня никакого там нету значит пойду сейчас руководство по эксплуатации почитаю вот моя модель нептун 007 как его собирать как его мыть что с ним делать помою его сегодня вечером у меня будет молоко но сегодня вряд ли что привозят мне очень поздно в скорее всего завтра я уже его буду опробовать в работе а пока мне нужно разобраться как им пользоваться и его помыть вот так что продолжение будет итак друзья я все помыла все как написано в инструкции раствором соды потом чистой водой горяченькой все прополоскала протерла просушила значит давайте проверим вообще еще кстати не проверяла он вообще работает прекрасно вот сегодня мне привезут молоко поэтому сейчас мы с вами попробуем все это собрать а я сразу скажу я посмотрела несколько видео в интернете чтобы разобраться как вообще все это собирается что на что влияет вот и сейчас попробую так вот прямо без инструкции при вас первый раз в жизни собрать значит первое мы берем с пупырышками здесь я так понимаю они не нумерованные но первая должна быть с пупырышками они насколько я понимаю вот сколько тут несколько штук они вроде ничем не отличаются друг от друга нет на них не прорези никаких не маркировок то есть первую мы берем просто с пупырышками положили кольцо и начинаем собирать значит ее неправильно надеть не возможно мне что понравилось что люди знающие они говорят что этот агрегат его достоинство и простота заключается в том что на дурака сделан то есть его не соберешь неправильно и так собираем последовательно сначала с пупырышками потом без пупырышек также то есть ее вращаем пока она вот так не сядет следующий опять с пупырышками поп села без пупырышка села с пупырышками такая веселая штука детям можно поручить села без пупырышек села все все у нас сели теперь нам нужно надеть вот эту написано что заводское здесь стоит значение 1 к 10 сливки у меня сегодня много молока не будет я сегодня как раз где-то литров 10 вот у меня кажется какая-то недосела по моему последних что ли еще покручу флот теперь все плотненько сели тарелочки дырочки вот видите все совпали как бы вроде как так теперь надеваем эту штучку что у нее тут меток здесь вот есть какая-то риска я сейчас к ней так поверну вот надели я не буду пока ничего здесь регулировать значит этот винтик клапан не знаю как его назвать он регулируется вот этим ключиком значит по часовой стрелке если мы вращаем мы ставим более густые сливки против часовой менее густые ну сейчас он стоит на заводских установках я не буду ничего трогать следующим мы надеваем вот эту чашку здесь видно прорезь здесь как раз наш вот этот регулировочный клапан его видно так и я так понимаю что то у меня не села потому что плотно не вошло давайте разбираться что я собрала не так потому что вот это я так понимаю вот сюда должны а вот да вот вошло дальше мы берем вот эту гайку и ее вот сюда накручиваем здесь остается такая я так понимаю специально дырочка и эту гайку мы закручиваем ну как один человек сказал без фанатизма то есть сил человеческой руки не 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 перетягиваем все вот так мы будем считать что я вроде как собрала с чем я столкнулась когда просто это знаете как игрушку тык тык пробовала собирать значит у нас по очереди идет первый вот этот деталь это приемник сепарированного молока то есть он должен вот сюда надеваться ну понятно когда вот это уже наденем сюда но вот эта штука должна надеваться следующего я вам хочу показать то есть вот этот опыт он должен вот сюда войти это сделать практически невозможно ребята производители мы с мужем вдвоем научились это это просто блин нереально то есть его даже кулаком туда не вставишь вот моей женской силы вообще нифига не хватает что же так плохо детали подгоняете что мне вот видите вот только кулаком я смогла туда вдолбать и это при том что я не поставила же еще вот этот самый главный главную эту штуку видите тут рисочка есть и здесь прорезь значит нам нужно на это дело попасть пускаем не сел по моему или сел тут как это понять села не сил ну вот судя по высоте вот этой один детка там объяснял который смотрел вроде как все правильно вот то есть вровень и вот эту штуку и ее ёлы-палы надо надеть теперь на это блин если так делать подгонку детали ребята то давайте прикладывайте к ней мужика придачу о кстати с каждым разом все легче входит так ставила следующая вот это идет штука значит ее поставим в другую сторону будут у нас в одну сторону лица сливки так это прекрасно входит следующий у нас на очереди вот эта камера поплавковая пупочкой вот сюда и и вставим так тоже туго лезет может она конечно хорошо что все так туго так теперь ставим поплавочек вот сюда дальше вам будет не видно потому что следом уже устанавливается вот эта красоте не не буду сейчас ее ставить сюда она ставится она ставится нормально и потом неё вот такой ключик видите штучка такая с дырочкой и вот тут у нас написано закрыто а вот тут открыто то есть если мы его вот так ставим и вот этот носик смотрит у нас сюда это у нас закрыта чаша а когда мы повернем вот сюда то будет открыто вот такая нехитрая вообще штуковина ну а как она работает или нет мы сегодня с вами посмотрим значит нужно будет приготовить мне горячую воду ну как горячую температурой 45 это 50 градусов это для его прогрева затем нагреть молоко до температуры 40 45 градусов и попробуем сегодня получится не получится все вместе с вами посмотрим я не просто первый раз использую я первый раз вообще эту штуку вот своими глазами то есть не не где-то по телевизору там на видео а вот именно вот так вот реально могу потрогать никогда в жизни этого не делал и не видела своими глазами как это делается поэтому я думаю что таких как я много при нашей городской жизни и если вы варите сыр то для нормализации молока вам обязательно нужны нужен сепаратор потому что ручной ручной съем сливок он проблематичен в сыроварении в том плане что долго отстаивать молоко она может набрать кислотность которая нам не нужна для сыроварения поэтому сепаратор в этом плане оптимальная вещь чтобы молоко нормализовать убрать из него лишний жир ну что ждем вечера когда молочника привезет молоко и так друзья сейчас будут полевые испытания так сказать испытания в деле собрала поставила я наш сепаратор здесь у меня греется молочко сейчас температура 10 градусов значит я выставила на термометр 38 приготовила емкость для обратно повшик которым буду наливать сюда дальше значит вам приготовила которая у меня водичка стоит 39 градусов это для разогрева сепаратора и потом в эту баночку я буду сливки собирать в общем сейчас идет нагрев молока нагреваю я его где-то до 38 39 градусов молоко нагрелась температура молока 39 градусов теперь включаю сепаратор чтобы его разогнать значит вода у меня 43 градуса включать сюда положил тряпочку вот это отверстие дренажа сейчас у меня положение закрыто выливаю сюда воду ну что открываем чтобы промыть на пустой воде ну что там вода практически не осталось закрываю так и что я открываю Все, молотело. Как вам не видно, я вам сейчас покажу, там прям свирочки влются. Желтые, желтые. Прямо в текущей желтой сливочке. Отлично, процесс идет. Вы видите, желтые, желтые текущие сливки получаются. Измените Шунино, но такой уж процесс. Все работает, ребята, с первого раза. Я не буду полностью все молоко перегонять, потому что я из него сейчас буду варить все. Я часть молока отсепарирую и затем обратно смешаю с нормальным молоком. Смотрите, какая прелесть. Желтенькие. Ну что, друзья, я думаю, все вам понятно. Выключаю, не буду вас утомлять. Так, ну а теперь, вот еще продолжала пока у меня капать свирки продолжая. Но надо мне теперь его разобрать, чтобы помыть. Вот отсюда вытекало после того, как я все вытекала. Так, здесь, конечно, чуть-чуть что-то осталось. Снимаем вот это все. Так, вот эту штуку, которая очень тяжело у нас надевалась, нормально снялась. Тут вот ничего такого особенного нет. Так, тепленький. И, собственно говоря, тут чуть-чуть имеется молока. Сейчас мы его тряпочкой вытрем. Это вот стоит молоко смешанное с обратным. Чуть-чуть подостынет сейчас у меня. Ну что, сейчас будем разбирать. Так. Кажется, это сливок. Еще себе. Вот, что это, наверное, вкусная какая. Ммм. Тут прям масло. Так, все детали. Навалдеть, сколько тут сливок. Так. Тут прям масло сливочное. Гляньте. Ммм. 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 Как вкусненько. У меня то писалось, то не писалось. Поэтому повторю свой вопрос. Вдруг это не записалось. Кто регулярно этим занимается, напишите мне. Вы моете это в соде все. Или, как посоветовал мой молочник, просто в горячей воде. Он сказал не применять ничего, никаких средств. А из сливочек я сегодня сделаю домашний кломбит. Смотрите. Вот тут прям ни фига себе. Я тут даже как пригорел. Видите? Интересно будет узнать, что бы это значило. То есть, что здесь, какое-то трение было или почему. Смотрю сейчас внимательно, тщательно ли все у меня промылось. Ну как-то вот так, друзья. Спасибо.